доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале эрзон game сегодня мы с вами посетим один из проектов на базе gta 5 расположены на платформе 5 м и называется он оранжина на данный проект я попал абсолютно случайно со стримом не разобравшись в нем но он меня зацепил начнем мы вот с этой вот менюшки которую вы сейчас видите самый лучший способ такой лайфхак это сделать скриншот этой вот менюшки и выложить его или на второй экран ну или просто оставить его открытым потому что управление на этом проекте очень и очень странно и вот эти вот кнопки которые вы сейчас видите их надо запомнить ну а чем меня зацепил данный проект и и что он из себя представляет мы сейчас и разберем начнем наверное с того что данный проект данный сервер открыт в prime time и он направлен на рп исключительно на рп для этого в этой сборке для игрока предоставлено огромное количество настроек выборов и даже персонажа вы видите я выбрал нестандартного это все сделано для того чтобы вы могли с легкостью отыгрывать свое рп выбираете персонажа делаете его более антуражным и атмосферным и отыгрываете свое рп и для того чтобы вам было это проще делать администрация добавила такую упрощенную админ панель в которой вы можете и перемещаться по проекту очень быстро и выбирать и кастомизировать своего персонажа поэтому и нету здесь начального меню кастомизации она есть но она не играет никакой роли роли вы здесь себе выбираете сами сами назначаете себе роль сами ее отыгрываете в общем-то для этого авторы и пытаются вас оградить вот таким вот большим количеством всевозможных настроек дополнительных менюшек и возможности но это к тому же еще и интересная сборка которую я не припомню видел ли я где по моему она принадлежит каким-то и польским по моему да польским автором сборка не переведена до конца но тем не менее мне она показалась достаточно интересный по своим взаимодействием по функционалу да немножко очень сложное управление очень расширенный функционал у этих менюшек тут анимации выведены совсем другим образом но я постараюсь все это показать сборка мне показалось очень и очень интересно вот например центр занятости да на этом проекте он не играет принципе никакой роли нет если вы хотите играть роль полицейского вы заходите сюда берете эту работу и вы автоматически становитесь полицейским без участия администрации точно так же вы можете стать медиком тоже без участия администрации вы просто заходите центр занятости выбираете себе эту должность и некоторые здесь ее уже выбрали и играют роль медиков полицейских это все происходит без участия администрации прямо напрямую в этой сборке на этой сборке как и на большинстве платформ 5m существуют боты вот например если вы устраиваетесь в полицию то и вы и боты видят одни и те же вызовы достаточно интересная механика мне она очень даже понравилось но есть здесь и простые гражданские занятия сожалению данный мод еще не переведен то есть и я вот взяв эти рабочие занятия посмотрел что они принципе выполнена прикольно но они еще не переведены повторюсь что проект направлен на исключительно роли play для этого здесь вам дается огромное количество денег и в общем-то эти рабочие занятия не играют никакой роли они просто есть и есть поэтому авторы даже не переводили но для того чтобы посмотреть и показать вам я выбрал несколько специальностей помучался не смог разобраться в них скажу честно не переведены рабочие занятия еще но авторы обещали что если кто-то захочет поиграться например да там в какое-то время там например нету онлайна да не чем позаниматься чтобы человек зашел сюда и не скучал они переведут со временем эти рабочие специальности но пока они вот в не переведенном состоянии но и выглядит это все вот таким вот образом действительно я покатался посмотрел поездил по проекту я не смог разобраться но не переведен еще мод где-то написано на польском где-то на английском не все понятно не доделаны еще можно сказать эти рабочие занятия вернее они доделаны сборка то уже готовы но они не настроены так например когда вы выбираете какое-то рабочее занятие не прокладывается маршрут туда и вот вы выкидывается несколько точек куда ехать зачем туда ехать все еще пока вот в таком ненастроенном состоянии сложно но я уже вижу из-за того что я походил посмотрел много проектов я вижу что принципе сборка очень даже интересная есть какие-то интересные уникальные занятия так например мне понравилось что если у вас пути заканчивается бензин вы идете покупаете канистру и вот таким вот образом заправляете свой грузовик если с вами что-то произошло а эта платформа 5м здесь повреждение автомобилей прописаны по-другому совсем если с вами что-то произошло с вашим автомобилем грузовиком как моем случае мы вызываем механика и приезжает механик механик бот это npc шка которого я вызвал и вот пожалуйста он приехал и сейчас вы видите как он чинит мою машину но если я устроюсь туда же на работу механика то и я смогу принимать такие же заказы точно также работает и полиция и боты выезжают на вызовы и игроки выезжают на вызовы то же самое и в медицинской службе но выглядит это все вот таким вот образом еще расскажу что в работах я не разобрался нету авто прокладывания к первой точке поэтому приходилось кататься по всем точкам смотреть где же здесь идет загрузка где же здесь разгрузка мод не переведен я уже это говорил разобраться в этом вот англо-польском языке достаточно сложно поэтому я просто покажу вам как это выглядит я не стал бегать по всем рабочим занятиям потому что даже в 2 мне разобраться было очень сложно но выглядит это вот так вот как вы сейчас видите очень много интересных взаимодействий механик даже анимации если очень интересные которых я раньше не видел ну и сейчас я вам показал одну из специальностей называется она фойлер а то есть наверное заправщик будет так переводится да также я покатался еще на одной на одном рабочем занятии водитель самосвала она достаточно интересная но я в ней тоже не разобрался есть много точек маршрут как я уже и говорил ни хрена не прокладывается в каждой точке разный вид товара или материала или какой-то сыпучей смеси я не знаю то ли песок надо возить то ли какой-то гравий надо куда-то откуда-то возить не разобрался но выглядит это вот таким вот образом очень надеюсь что все-таки разработчики переведут и сделают эти рабочие занятия потому что они действительно интересные уникальные я по крайней мере таких не видел до грузовики я видел до цистерны я возил но вот именно вот такой вот механики я не видел ну и наверное в целом можно сказать про всю сборку что она достаточно уникально я по крайней мере такой не встречал да она еще не переведена до конца но тем не менее сборка достаточно уникально но возвращаемся к этому проекту который как я уже сказал самом начале настроен на роли play на отыгровку своей роли который вы сами себе назначаете ну или хотите отыграть в какой-то момент для этого как я уже и сказал разработчиками продумано очень многое так и такая облегченная админ панель которая позволит вам выбрать какого-то персонажа нет нестандартного я бы так сказал ну вот как у меня например также здесь есть и вы можете заметить правом верхнем углу огромное количество денег это для того чтобы вы тоже не в чем не нуждались всегда бы могли купить себе какой-то еды какую-то шмотку если вы выбрали стандартного персонажа вы можете его кастомизировать как и на любом другом проекте в магазине но если вы выбираете нестандартного персонажа то конечно же количество одежды будет ограничено ну естественно потому что вот например на такого здоровяка как я выбрал до одежды нет в магазине поэтому я пользуюсь тем что есть в самой игре также здесь на проекте много домов опять опять я должен сказать что эти дома здесь для рп они как бы не без функционала да есть интерактив там можно садиться на диваны где-то можно включать какую-то технику интерактив есть не во всех домах но где-то он встречается но опять это дома для рп здесь дома именные то есть вы покупаете дом он прописывается на карте именно под ваше имя выглядит дома вот таким вот образом сейчас я вам покажу несколько вариантов домов от простого до какого-то шикарного богатого опять выбор за вами смотря что вы отыгрывать какую роль вы себе берете такой дом вы себе и в общем то должны подобрать не будет правильным на мой взгляд да если вы отыгрываете какого-то там бедного человека да и вы живете в богатом доме но такого быть принципе не должно поэтому есть разные дома все дома с функционалом все их немного но они все с функционалом то есть нет никакой телепортации в любой дом на проекте пусть он пустой или уже именной купленный вы можете зайти походить по нему посмотреть это опять же таки база для отыгровки роли плея так здесь например ребята и делают есть дома богатые хорошие интересные с функционалом там они собираются обсуждают беседуют развлекаются включают музыку танцуют просто расслабляются разные ситуации случаются разные сцены хотят отыграть есть и загородные дома есть и городские есть богатые есть бедненькие домики разные вы сейчас все это видите также для тех кто прибыл есть гостиница гостиница тоже называется по названию проекта оранжина гостиница но многом я бы сказал там номеров но опять это все для р.п. здесь такая система что вот например вы взяли машину и машина будет стоять всегда там где вы ее поставить функционала у гаражей опять же таки телепортации нету вы загоняете машину в гараж закрываете его и она будет там стоять ну все время пока вы на проекте вы выходите из проекта и машина тоже исчезает если у вас три или четыре машины все они будут появляться в тот момент когда вы заходите на сервер все четыре машины или пять сколько у вас есть они все появятся поэтому есть гостиница есть такая локация где вы можете сохранять свой транспорт то есть не то чтобы сохранять в том плане что записывать да где-то его просто чтобы вы понимали что вы оставили свою машину вот в такой локации гостиница да туда вы идете за ней здесь есть гаражи ставите в гараж и она там будет всегда появляться ограничений по автотранспорту на данный момент нету и я кстати считаю это не очень хорошим решением я за короткое время купил себе четыре машины и я забыл где они все находятся поэтому я думаю что можно было бы ограничить до там трех четырех может быть пяти автомобилей потому что если у меня например будет 20 а это как я сказал возможно то я просто задолбаюсь их всех где-то расставлять и запоминать где они у меня находятся при том при всем что когда вы заходите на проект проект вам показывает где стоит ваше транспортное средство это происходит буквально за секунду ну вот если у вас 20 машин то 20 раз вас проект кинет так тем местам где стоит ваша машина поэтому я думаю что лучше конечно же ограничить ну а покупка машин происходит как в автосалоне вот я уже сказал да денег у вас огромное количество но если есть машина которую вам ну не купить да например не хватает даже этого баснословного количества денег вы можете ее заказать у автодилера тоже есть человек который отыгрывает роль автодилера с ним приходите договариваетесь он вам прописывает любую машину какую вы хотите если вам надо например для какого-то отыгрыша роли play какую-то побитую машинку там старенькую он вам ее предоставит если вам нужна богатая машина для какой-то другой роли он ее вам тоже предоставит все сделано именно для рп для отыгровки своей роли никакого фарма никакой экономики здесь в принципе нету как я вначале сказал проект настроен именно на рп то есть вот эти рабочие занятия которые потом переведут и введут они не будут иметь никакой роли потому что денег у вас огромное количество все что от вас требуется это грамотно играть свою роль какую вы себе назначите ну а так как в основном игроки назначают себе более менее простые роли то и какой-то сложный сложных инсценировок я здесь не увидел в основном это какие-то вот локационные моменты где-то ребята собираются развлекаются рассказывают анекдоты тусят очень много мест для туса одно из них я вам сейчас показываю мне она очень понравилась это пляж это огромный экран с хорошим качеством с хорошим качеством звука и изображения вот здесь и происходят основные тусовки этого проекта здесь ребята расслабляются что-то может быть отыгрывают танцуют развлекаются выглядит очень и очень эпично надо сказать что я вообще первый раз вижу вот подобную локацию я видел много и на яхте были какие-то развлечения и там в барах которых кстати на этом проекте тоже огромное количество я по ним походил посмотрел да здорово когда нпс-шки выходят в бухают и танцуют это все здорово антуражно выглядит но мне больше всего понравилось именно вот это вот место да здесь играет музыка музыку вы можете сделать громче тише на свое усмотрение играет музыка играет на весь пляж этот экран виден вообще с другого конца пляжа здорово все сделано действительно я такого не видел мне очень запала вот эта картина которую я вам сейчас показываю это действительно антуражно прикольно и красиво ну и в целом если говорить то вот такой вот проект интересная сборка к сожалению или к счастью уж смотрите сами она направлена не на экономическое развитие роли плея а именно на отыгровку роли плея тут уж наверное каждый выберет для себя сам но можно заниматься и тем и этим это не предусудительно так что вот такой вот наверное проект будем заканчивать больше мне принципе рассказать нечего показать можно было бы еще много чего но время не резиновое поэтому будем закругляться проект стоит на платформе 5м называется аранжина он работает в прайм-тайм где-то с 4 и до того момента когда все разойдутся сервера найти его можно как я уже сказал на платформе 5м так что милости просим заходите смотрите пробуйте играйте если хотите играть рп администрация вам все покажет расскажет много функционала можете настроить своего перса как хотите вот как я как вы этого пожелаете есть много ролей заходите играйте получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел заходите играйте подписывайтесь на канал и всего вам доброго